Славное утро! И сегодня, ну, правда славное, да? Что народ Божий может собраться на этом месте. Я несколько минут до служения разговаривал с братом, говорю, вы ложитесь спать, а мы идем на служение. Вот, у них 12 часов с нами разница, и у них сейчас ночь, а у нас с вами утро, и мы можем в это славное утро славить Господа. Но Писание говорит, что будет и другое славное утро, которого утро должны ждать все христиане. И Слово Божие говорит нам в 1-м послании Фессалоникийцам, 4-я глава, написанных нам такие слова. Апостол Павел, обращаясь к Фессалоникийцам, сказал так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Слава нашему Господу! Писание говорит, это утешение для верующих. Мы понимаем, что жизнь на земле для многих она не сладкая. И, может быть, более молодые люди думают, ну, пока все в жизни хорошо, да? Но мы понимаем, что приходит время и приходят в жизнь какие-то трудности, испытания, может быть, скорби, да? Да, вчера мы беседовали, тоже в одном месте были, и видели там большие скорби, большие скорби в жизни человека. И есть такой псалом, мы раньше его как-то пели с братом Олегом, там есть такие слова, горе не стучит обычно в дверь, правда? Оно никогда не говорит, я скоро приду, я буду там у тебя, такого-то числа, все, готовься. Нет! Сегодня еще солнце светит, а завтра набежали тучи. И так бывает. Так бывает в жизни человека, и не только среди всего окружающего нас мира, но и среди верующих. Но у верующих есть надежда, у них есть живое упование, Господь, который солнце правды, когда вокруг нас может быть тучи, проблем, трудностей, испытаний, скорбей, но солнце правды всегда светит в жизни нашей. Это наш Господь, Иисус Христос, который утешает нас, говорит, все это пройдет, и будет вечное небо, вечное Божье присутствие, где не будет туч, где не будет проблем, но когда всегда будет пребывать любовь Господня. К этому стремись, и не ослабевай народ Божий. Вставший, будем молиться Господу. Продолжение следует...